Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ольга Ульянова. Возникла необходимость показать, как сжать документ до нужного размера. Как вы знаете, в компании сейчас немножко изменились условия. Сейчас наши документы, каждый из файлов должен не превышать 250 мегабайт. И сейчас я собираюсь это сделать, ну и заодно решила записать ролик, чтобы кто не знает, как, посмотрел, как это сделать просто. Ну вот я взяла справку из банка, скопировала, вернее, отсканировала ее на компьютер, и мне с этой справкой нужно поработать. Вот вы видите значок этой справки, да, если мы ее откроем, то вот в таком виде она есть. Значит, правой кнопочкой мы смотрим, какого же она у нас размера. И видим, что она 380 кБ. Нам это не подходит, и сейчас мы будем ее изменять. Правой же кнопкой на этот файл нажимаете, и выбираете функцию «Открыть с помощью». И вот здесь такой есть значок «Microsoft Office Picture Manager». Вот эта программка, она встроена в Microsoft Office, она есть там по умолчанию, и в принципе, когда вам устанавливали Microsoft Office на компьютер, она должна была тоже быть распакована. Ее же можно посмотреть из меню «Пуск», все программы, вот Microsoft, средства Microsoft Office, и вот она, диспетчер рисунков Microsoft Office. То есть ее можно открыть отсюда, ну или я, как привыкла делать, вот правой кнопкой сразу выбираю «Открыть» с помощью этой программы. Вот она такой вид имеет, и что здесь? Вот есть наверху кнопка «Изменить рисунки». Мы ее нажимаем, и справа появляется вот такое меню. Что вы здесь можете сделать? Изменить яркость, контраст. Очень нужная функция часто бывает. Обрезка, ну давайте вот по очереди и посмотрим. Яркость, контраст. То есть вы ползунками здесь можете задать контраст, выше, ниже и яркость. Еще дополнительно можете яркость средних тонов, светлых тонов, темных тонов, да, то есть можете еще по отдельности этими ползунками регулировать. Но я, в принципе, это уже сделала, поэтому сейчас это не буду делать, но, в принципе, вы можете вот этим, значит, поработать. Ну, контраст вот, например, чуть повыше, яркость чуть пониже, да, или, скажем, средних тонов яркость уменьшаем, и, таким образом, она становится более четкой, да. Ну, я верну назад, потому что я это уже все сделала. Теперь с этим, с яркостью поработали, с контрастом. Опять нажимаете кнопочку «Изменить рисунки». Скажем, вам нужно обрезать. Иногда сканируют документы много всего лишнего, особенно если фотографируют документы, так это вообще там и ковер виден, и я не знаю, что угодно видно, да. Хотя фотографировать документы фотоаппаратом не рекомендую. Получаются очень нечеткие фотографии, их очень часто возвращают. Поэтому лучше сканировать. Но, тем не менее, если у вас лишние поля, да, то вот вы нажимаете эту кнопку обрезки и вот этими ограничителями доводите до того размера, что вам нужно, и нажимаете кнопку «Ок». Да, и ваши фотографии, изображения обрезались. Дальше. И вот теперь нам нужно изменить, ну, сжать, условно говоря, сжать рисунок. То есть он у нас 300, там, по-моему, 40. Ну, кстати, мы сейчас посмотрим, сколько. Вот здесь есть две функции – изменение размера и сжатие рисунков. Любой из этих функций вы это можете сделать. Скажем, сжатие рисунка. Вот у нас рисунок 376 килобайт. Вы, в принципе, можете выбрать одну из этих функций. Там, для документов, веб-страниц, сообщений по электронной почте. Выбрать – это будет автоматически меньше, чем исходный рисунок. Нажимаете кнопку «Ок» и смотрите, насколько ваш рисунок изменился. Можно другой функцией это отрегулировать – изменение размера. Вот размер, смотрите, здесь, в общем-то, очень большой. 3000 с лишним на 4000 с лишним тысячи пикселей. Фактически, это портрет, можно распечатать портрет, да, огромный портрет. Нам такой размер не нужен, а от этого размера в пикселях зависит и вес файла. Поэтому можно вот этой, значит, функции просто уменьшить. Вот мы в процентах уменьшаем. Здесь нажмем кнопочку «Уменьшать в процентах», а здесь наблюдаем на сколько. Но нам в половину точно нужно уменьшить. Поэтому от 3000 мы где-нибудь до 1500, наверное, уменьшим. Вот пусть будет 1700, посмотрим, сколько получится. Так, уменьшили. Теперь мы это сохраняем. Слева наверху «Файл» и нажимаем кнопку «Не сохранить», а «Сохранить как» на всякий случай, да, чтобы у вас исходник остался так, как он есть. Мало ли, что-то вы не то сделали, чтобы не испортить, так сказать, исходный документ. Поэтому нажимаем кнопку «Сохранить как». Ну, у вас он фактически выскакивает под тем же названием. Ну, добавляете здесь, например, тире-единичка, да, что это копия документа. И «Сохранить». Все, он сохранился. Теперь эту программу можно закрыть. И тут, внимание, еще один момент. Когда вы нажимаете на крестик «Закрыть программу», программа вам выдает такую надпись «Имеются несохраненные изменения». И вот здесь ни в коем случае не нажимаете кнопочку «Сохранить». Потому что программа имеет в виду, что вы в исходнике сделали изменения, и в исходнике их не сохранили. А мы это сделали специально, да. Поэтому «Сохранить» здесь никогда не нажимаете, а нажимаете «Не сохранять». То есть, чтобы исходник у нас остался так, как он есть. Все. Так, вот мой файлик. Дубль, да. И вот, смотрите, я навела курсор, и видно, что файл, на теперь у нас, во-первых, размер имеет. Ну вот, размер в пикселях имеет меньше. И, во-вторых, вес, ну, тут тоже написан размер, но, тем не менее, это вес файла 140 килобайт. Все, это нам вполне подходит. Смотрим. Все здесь читается. В принципе, можно увеличить и посмотреть, все ли есть. Все есть. Отлично. В общем-то, на этом все. С вами была Ольга Ульянова. До следующих роликов. Пока-пока.